Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Российский политолог прокомментировал визит главы Беларуси в роддом и разговор Качановой со студентами. Лукашенко занесло в родильный дом. Зачем? – недоумевает Максим Кац. Он зашел в палату к женщинам, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, назвал коронавирус не таким уж страшным заболеванием и пожелал хорошего настроения. По мнению политолога, причина в этом только одна. Визиты в больницу на фоне тяжелой обстановки, видимо, являются попытками вернуть себе статус отца-спасителя. Все это у него под контролем. При этом в Беларуси нет достоверной статистики по заражениям, а цифры, которые дает Минздрав, очевидно, занижены. Другую информацию предоставлять не собираются, а по поводу врачей, которые создали канал справдивой информации по отдельным регионам, Лукашенко высказался, что они занимаются не тем, чем надо. Максим Кац также прокомментировал встречу главы Совета Республики Натальи Качановой со студентами Журфака. По ее итогу можно издать сборник цитат, отметил эксперт. Он также вспомнил, как Лукашенко некогда своеобразно похвалил Качанову. «Лукашенко тот еще сексист. На одной из встреч на тракторном заводе отметил, что Качанова была бы отличным президентом, если бы не одно, но она женщина. Уууу, страшное преступление», – иронизирует Кац. Но, несмотря на высокую оценку своей работы, сама Качанова на встрече со студентами уверяла, что никаких приближенных у Лукашенко нет. И в этом его сила. Она убежденно говорит, что он вовсе не олигарх, у него нет никакого бизнеса или счетов. Он типа честный и справедливый человек, прям как дедушка Ленин. Особого внимания заслужило заявление главы Совета Республики по поводу стрельбы, которая может начаться, если не прекратятся, акции протеста. Качанова заявила, что все эти выходы ни к чему хорошему не приведут. «Если завтра начнется стрельба, то в этом будете виноваты вы и такие, как вы», – напоминает Максим Кац. Это, кстати, распространенная манипуляция таких режимов. Они безо всякой причины начинают сами избивать людей, на улицах угрожают стрелять и даже раньше стреляли и убивали. Вся агрессия исходит от власти. Если полиции не будет на этих акциях, то не будет разбита ни одна витрина. Никто не пострадает и вообще ничего плохого не произойдет. То есть агрессор тут государство, а люди – жертва. Чтобы не было стрельбы, достаточно просто не стрелять. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.